Архитектурному хаосу в Крыму пришел конец. По крайней мере, это обещает новоназначенный главный архитектор Крыма Александр Кузнецов. Работу здесь уже называет делом своей жизни и замахнулся натобус, чтобы сделать полуостров первым курортом Европы. По его мнению, уникальный природный потенциал, плюс финансирование из федерального бюджета и сказка станет явью. О своем плане, как это реализовать, сегодня доложил главе республики. Но для того, чтобы превратить Крым в картинку, предстоит большая работа. Сегодня внешний вид полуострова, мягко говоря, убогий. В этом без сомнения признается глава республики. Масса самостроев, надо приводить архитектурный облик наших городов уже в соответствие не только уже с законами Российской Федерации, а и вообще с каким-то, знаете, как уже образом республики, как курортного региона, поскольку, наверное, должна быть какая-то стилистика, в том числе, то есть, как бы, черноморская, которая, ну, дальше уже будет использоваться всеми, без исключения, муниципалитетами. У нас сегодня кто в лес, кто под рова. Там можно точно так же строить 16-этажку, тут же под ней там одноэтажное кафе и так далее. И первое, за что возьмутся, разработка проектной документации. Без нее дело дальше не пойдет. Выполнят ее в самое ближайшее время. И начнется восстановление архитектурного облика Крыма. И здесь главный архитектор полуострова солидарен с главой республики. Без сноса незаконных построек не обойтись. Новый закон о том, что исполнительные органы власти смогут делать это без решения. Суда, как никогда, кстати. Дело обещает пойти быстро. Естественно, мы будем предлагать, компенсировать другими видами направлений. То есть, никто не будет обижен. Но в то же время, если это самовол, если это грубо нарушает все правила, только снос и быстро, и для этого будет создан и общий крымский реестр. Мы будем граждан ставить в известность. Мы будем контролировать его. Такие поручения я уже начал давать архитекторам. Я думаю, что мы в ближайшее время об этом расскажем более плотно. Вернуть Симферополю столичный вид сложно, но, по мнению главного архитектора, возможно. Хаотичная застройка без соблюдения этажности. Нет велосипедных дорожек. Мало места, где можно прогуляться и много других недочетов. И, конечно, всплывает извечный вопрос озеленения. Стройка в зеленых зонах – одна из самых больших головных болей жителей полуострова. Схема границ таких зон по всему Крыму будет определена в срочном порядке. Там застройку запретят, а если работы начались, то их остановят. А в местах, где возведение многоквартирных домов будет разрешено, то только с особыми условиями. Только с парковками. Вы понимаете, не может жилой дом занимать всю территорию без детских площадок, без спортивных сооружений, тем более. А где машины? Поэтому введем норму 0,5 машиномест на одну квартиру. Это, кстати, минимальная норма. Она повышена, но это правильно. Плюс ни один жилой многоэтажный дом не будет без парковок, без детских площадок и спортивных площадок. Самое главное. Так как должно быть по нормативам. Для маломобильного населения также обещают сделать все условия для нормальной жизни. Дорожки, пандусы, лифты, новостроющиеся дома и социальные объекты должны быть оборудованы с точки зрения доступности для инвалидов. Юлия Попович, Служба новостей и ТВ.